Всех вас поздравляю с воскресеньем днём! И также поздравляю с память чудотворной иконы Тихтинской Матери Божьей, одной из великих чудотворных икон российского мира. Вы сегодня слышали евангельское чтение о том, как Господь приходит в герцинскую страну, и где неподалёку обитали бесноватые люди, которые наводили страх и ужас на сен, и никто с ними не мог справиться. Там, где нет Бога, там всегда происходит трагедия и провал небодия. Там злые духи охватывают человеческую волю и поражают её вполне. Но там, где присутствует Христос, там уже нет ничего нечистого, и кризис прекращается. Бесы вопятят, Господи, зачем Ты пришёл нас мучить прежде времени? И просит Его, если это возможно, и если Он там захочет, чтобы Он изгнал свиное стадо. И Господь поверил, войдите. И это свиное стадо, одержимое бесами, горгается в море и погибает. Пастухи видят, что произошло, говорят к хозяину, который находится в городе. Те приходят и видят бестоватого, в совершенно нормальном состоянии. И принимают решение просить Христа, чтобы Он не заходил в город и оставил их пределы. Это удивительное чтение, которое помогает нам понять не только то, что было в далёком прошлом, но и то, что происходит сейчас. Бесы реально боятся Бога, боятся Христа, трепещут и избегают Его. Но человеческая свободная воля может противиться Богу вполне сознательно и вполне здраво, принимая то или иное решение. Собственная трагедия нашего мира состоит в том, что у каждого есть своя малая правда, своя частая правда. Так и у жителей и хозяйств село стадо была своя правда. Кто это пришёл? Почему погибло наше стадо? Почему мы утратили столько материальной платы? Небезопасно пускать Его в город и неизвестно, что будет дальше. Очевидно, лучше попросить, чтобы Он ушёл и не тревожил нашу прежнюю жизнь. Эта частая правда противоставляется Кресту. И таких частых правд очень много и у отдельных жителей, отдельных городов, и у разных народов, и отдельных людей. Если мы проанализируем самих себя, мы сможем увидеть, почему, как и каким помыслом мы говорим Кресту. Не входи ещё в нашу душу, не входи в нашу жизнь. Мы ещё поживём той прежней жизнью, которой жили раньше. Мы не хотим положить свою частую правду, свою свободу, свою боль к ногам Креста. Мы не хотим осознать, что путь истины и жизнь есть Крестус. И вне Креста, ни этого пути, ни этой жизни, ни этой истины нет спасения. Но если нас спасение интересует всерьёз, если оно интересует нас, как взрослых людей, вполне ответственно, то эти вопросы вполне имеют право на существование. Но если спасение нашей души, вечное Божественное Старство, находится в ряду других проблем, других интересов, которые есть в жизни каждого человека, тогда мы начинаем выбирать, что лучше быть со Крестом, либо же быть со своим эгоизмом, либо же быть с теми людьми, которыми мы имеем пристрастие, либо же оставаться с финным стадом или со своей гордыней и нашим самонадеянностью. Это зависит от нас и зависит от нашего выбора. Мы видим, как сейчас, в современной Европе, Креста изгоняет из тех или иных мест или из тех иных городов по материальным, меркантильным соображениям. И если кто-то говорит, что он христианин, то здесь проходит уже красная линия. Разрывается круг потребителя и психологии потребителя. И этого человека называют экстремистом, радикалом, и говорят, что ему нет в этом месте и в этом обществе места. Нет места среди потребителей. Но если мы хотим потреблять православных христианин, мы хотим принять дар Святого Духа, мы хотим принять Христа, мы хотим принять Божественную любовь здесь и сейчас. И это было радикальное отличие апостолов, пророков, святых, мучеников и всех, кто последовал за Христом в этой жизни. Здесь и сейчас принять Христа и оставить свое малое человеческое, чтобы принять великое Божественное. А оставить приходящее, изменяющееся, вечно скользающее в реальности этого мира и принять неизменное, неотзывное и неупразднимое, что дает Бог всем любящим Его и доверяющим Ему и раскрывающим сердце навстречу Ему. И тогда происходит особая встреча Божественной Личности с Личностью человеческой. И тогда исчезает кризис, сомнения, и тогда Царство Небесное обретается в сердце человека, и там обитает и отображается Сам Христос. Храни вас, милостивый Господь, молитвами вещества и Своей Матери, преподобного Иоанна Иископа Богоцкого и всех святых. И помоги нам, Господь, делать выбор каждый день, каждый час и каждую минуту, и чтобы этот выбор был исключительно правильным, исключительно евангельским, исключительно спасительным для наших душ, для нашей жизни, и живым примером для всех детей, кто нас окружает. Причастники выслушаем благородство и мать, и пресечения. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Следующее богослужение у нас будет во вторник вечер в среду Божественной Туркии. Память первоихонок апостола Петра и Павла. В четверг Память первоихонок апостола Петра и Петра.